всем привет меня зовут крестина вы на канале вязание сегодня у меня уже 17 февраля среда и я решила подключиться чтобы показать чем я сейчас занимаюсь не знаю будет ли это видео вяза богом или может быть это будет просто какой-то эпизод в общем будет просто видео предыдущем видео я показывал что начала вязать маленькие игрушки и поставила себе такую мини цель вязать по одной игрушечки в день а не знаю конечно насколько меня хватит сколько я игрушек свяжу ну пока вот вижу только те которые мне очень понравились мы конечно же те игрушки на которые у меня есть пряжа у меня хоть и есть пряжа в запасах но не всех цветов вот такие у меня заготовочки связала глазки голову тело уже сделано только пузико надо пришить и все это оформить я решила что буду вязать по одной игрушечки в день а потом на выходных все это дело соберу на выходных я планирую поехать в гости к маме и чтобы вот как сказать чтобы мне не брать много там халафайбера глазки вот это вот все я просто возьму вот такие вот заготовки будут там собирать потому что как бы когда едешь гости ну не хочется всего там кучу вести потом вести все это обратно так вот это у меня связано в понедельник это у меня будет лягушечка пока конечно не похоже на лягушечку вы мне поверьте далее я вчера связала тоже вот такие заготовочки для божьей коровки вот такое мне темненькое тело думала сначала вязать коричневым но как-то вот решила ладно хотя бы одну свяжу черненькую ничего страшного вязала только днем потому что черный цвет я больше не вижу под лампою при искусственном свете не вижу зрение начала падать связала вот такую головушку тоже ничего еще не оформляла вот оставила ниточку буду пришивать вот такая головешка и вот такая вот шапуля ну не шапуля это как-то паричок наверное да считается я когда снимаю на видео мне всегда вот не нравится что за счет тени вот кажется что такое полотно дырявое обе детали наполнено но вот это вот если светлая всегда кажется более дырявый ладно в общем вот такая вот красота конечно мордашка у меня пока вот выглядит больше на мальчика так походит ну я сделала заготовочку вот бантика будет такой бантик здесь я думаю еще сделаю щечки и может быть все таки будет она выглядеть девочкой не знаю вот еще на крылышках надо точечки там вроде бы мастер-классе просто такие полу бусины и приклеены но я наверно все таки буду вязать вот такие вот маленькие кружочки но только черненькие на 5 столбиков и наверное хотя бы три так вот пришью наверное так и сделаем так это у нас вчерашние заготовочки и вот я еще выбрала такие цвета это 0 5 цвет остаточек вот такой вот зелененький и розовенький и связалась сегодня только две лапки и фокус сегодня не работает у меня что меня очень даже пугает это мне будет кошечка вот такого вот интересного цвета это 0 5 вроде бы цвет или я уже сказал это какой-то из розовых тридцать шестой может быть я думаю это не суть единственная вот этот цвет взяла у кошечки там белый костюмчик комбинезончик связан но я его заменю вот на такой зелененький я думаю в принципе должно смотреться неплохо ну когда свяжу будет уже видно точно так в общем вот такие у меня продвижение навяжу до пятницы себе заготовочек чтобы было чем заняться в дороге скорее всего я буду вязать джемпер свою паутинку а вот это уже поставлю там на вечер выходные предстоят длинненькие и вот думаю как раз по собираю так и хочу еще кое-что показать немножко пошуршу вам здесь кадре заказала я на алиэкспресс вот такие вот колечки и чем удивительно то что цена у них была не очень большая всего 270 рублей но они пришли такие вот гладенькие это колечки из бука гладкие хорошие на всякий случай оставлю ссылочку вдруг кому-то нужно и ищет колечки такие если я не ошибаюсь они полтора миллиметра и в диаметре 7 сантиметров брала специально такие чтоб хорошо было ребенку держать что удивительно у них они очень быстро пришли я их заказала на алиэкспресс 4 февраля и вот сегодня 17 они уже пришли я проживаю в краснодарском крае и причем в москву они уже прибыли 9 то есть за 5 дней они прилетели в москву и и вот с москвы до краснодара они шли ну чуть больше недели в общей сложности за 13 дней ко мне они пришли еще что мне понравилось они были упакованы вот в несколько пакетов вот мало того что это в пакете было запаковано было в эту пупырку и вот этот пакет в котором оно пришло и еще у меня была одна посылочка я заказывала дочки резиночки и первый раз мне пришло такое что вот в одном пакете у меня пришло два заказа заказывая у разных продавцов резиночки были от одного как бы продавца колечки от другого ну вот эти пакетики они пришли все вместе даже мне пришло такое извещение что еще на алиэкспрессе мне пришло такое сообщение что ваши посылки будут отслеживаться с новым треком и посылка придет быстрее я вот думала что колечки эти придут в апреле наверное там даже было написано 4 апреля доставка но вот меньше чем за две недели они уже у меня я конечно не рассчитываю что они так быстро придут я думаю что как раз довяжу игрушки и потом как закончу их как раз мне придут колечки буду вязать погремушки или грызунки в общем что-нибудь такое хочу в комплект так сказать связать ну не знаю наверное сразу закажу еще очень хорошего качества они принципе недорого стоят и пока я эти свяжу как раз мне придут еще новенькие в общем на сегодняшний день вот такие вот у меня продвижения такие вот новости буду потихоньку вязать и снимать вам такие небольшие эпизодики вот увидимся в следующем подключении пока пока снова всем привет у у меня уже следующий день у меня сегодня четверг и как таково мне показать вам ничего готовых игрушек у меня нету ну я решила подключиться показать как же меняются мои планы я вам в прошлом подключение ну это буквально пару минут назад в вашем случае показывала что начала вязать маленькие игрушки я вот показывала что хочу вот такие вот маленькие игрушечки вязать по схеме иностранной каждый день по одной игрушечке сначала их навязать заготовочек а потом все по оформлять ну так вот я вчера связала показывала вам лапки связала ушки вот такие вот ушки и связала голову на этом вязание мое закончилось больше я вчера ничего не провязала хотя по идее у меня хватает времени для вязания вот примерно 1 игрушки в день ну как по времени свободного мне достаточно так ну я вчера забыла показать я позавчера вечером сидела и вот все думала как не придумать какие-то вот игрушечки чтобы они тоже были такие небольшие но чтобы не были похожи на других это конечно сделать сложно так как постоянно перед глазами instagram куча всяких вязаных игрушек но тем не менее я посидела и сейчас покажу что я придумала строго не судите это я просто так перед сном быстренько накалякала я придумала вот примерно вот такой вот формат игрушки именно такого размер чикой будет ну вот чуть чуть больше чем вот такие вот игрушечки придумала в общем одинаковую им форму так сказать голова тела ручки одинаковые буду только менять ушки там хвостик и оформление в общем вот такая вот у меня история потом я взяла вот обвела этот же контур на следующий листочек получилось у меня вот такая вот пчелка но это здесь не нарисовано круг это с предыдущего вот рисуночка она у меня просто продавилась вот так вот мишка пчелка в общем просто обводила все и потом на другую сторону рисовала сначала тут хотела зайца нарисовать но уже не пошла за стираткой в общем так примерно на калякала здесь вот такой левушка не знаю конечно получится ли у меня все это воплотить в жизнь ну вот я начала пока с котика вот у меня такой котик для котика я уже связала голову вот такая у меня голова уберу вот такая голова ну так как это пробная игрушка скорее всего я еще один рядок добавлю здесь я вот как бы хотела чтобы она такая вот как бы при плюс на то было но все-таки думаю надо один рядочек добавить не сходится у меня по картиночке слишком плоская такая головка получилось дальше я связала ушки одно такое и одно вот такое так связала животик и еще как бы у меня в процессе связано вот такого тела но у меня еще не связаны ручки хочу тут почти довязала вот так вот здесь у нас будет такое пузико и вот так вот ну тут конечно еще будет ряды и надо связать лапки и должен по идее получится у меня такой котик надеюсь что такого котика нету связала вот так ножки сюда как бы изогнутые мне так очень нравится вот не помню какие-то игрушки я вязала и вот такие были лапки вот так вот изогнутые то ли то ли бегемотика какого-то я вязала ну вот помню что вот так вот интересно были изогнуты и тут я тоже вот так же сделала пока весь мне все нравится конечно же я буду делать небольшие изменения чтобы вот добиться именно того эффекта какого я хочу чуть-чуть вот подкорректирую голову но тело мне нравится и она практически такой как я нарисовала только вот буквально на один рядок или как потом дано одну петельку она чуть-чуть поменьше получилось но я вот вязала так прикладывала должно получиться не знаю получится ли у меня другие игрушки по этой же схемке но буду пробовать что-то все равно да получится я в общем рисую рисуночек а потом вот именно такой формы и вяжу в общем вот такими я делами занимаюсь думала конечно что буду вязать игрушки ну вот пришло мне вдохновение на такую игрушечку и пока вот так сказать идет у меня хан такое вдохновение надо вязать а как бы те игрушки по схеме никуда не денутся я всегда успею связать ну а свои надо вязать тогда когда приспичило вот но кроме этого мне сейчас очень хочется вязать по грибушку и я вот разрываюсь я хочу и это вязать это хочу вязать вот прям какое-то у меня обострение на вязание хочется все и сразу вязать но буду себя держать в руках то вижу этого котика я все записываю будет мастер-класс здесь бесплатный на ю тубе ну будет первый мастер-класс по котику я думаю что в этом месяце я должна бы его успеть сделать хотя там праздники выходные буду езжать ну в марте точно получится в общем вот такие у меня сейчас продвижение сегодня у меня четверг не знаю возможно завтра что-то еще сниму и тогда уже выложу вам вяза влог надеюсь что покажу вам готового котика завтра ну а там уже как бы выходные скорее всего видео не будет так как я уеду мне вроде бы вот нравится что поехать в гости к маме в станицу там все но с другой стороны я когда-то доеду у меня вязание стоит на месте видео не снимается и вот как-то все ну так грустненько ну ничего хобби хобби youtube ютубом родители наши не вечные вот в общем такие вот дела пока снимала блог муж съездил забрал фотофон и вот я в таких расстроенных чувствах не знаю что делать попробуй наверно сейчас написать продавцу заказала фотофон и у меня на фотофоне вот такие вот буквы они вроде бы как бы напечатаны но когда я выбирала фон я этого вообще не видела это как бы ни в одном месте вот еще здесь так как бы одинаковые буквы ну вот не знаю я прям что делать как я буду на нем фотографировать если вот такие вот дела здесь снова всем привет сегодня у меня уже пятница следующий день я тут наверно уже кусочек ставила вам видео о том как я вчера приобрела фотофон вообще фотофона было два еще вот такой вот второй не знаю буду на нем либо снимать либо может быть фотографировать в общем хотела взять еще какой-то потемней в общем такой светленький там у меня рыженький есть ну хотела что-то потемнее иногда вот хочется сменить картинку мои фотофоны и они не подходят по размер кадра они там совсем немножко в общем не подходят либо это нужно устанавливать штатив но я вот снимаю со штанги такой специальный я как-то видео показывала на что мне крепится телефон возможно вчера кусочек видео я там сняла на эмоциях не знаю никогда меня так покупки не расстраивали как это еще покажу здесь вот вторая сторона вот такая вот мешковина получается а там вторая сторона это доски то есть получается это стена а там пол вот так вот написала я девушки продавцу я у нее постоянно заказы фотофона я принципе другом месте никогда не заказывала меня всегда все устраивало в общем я решила ей написать если у нее обмен либо возврат на что мне девушка написала что случилось я и описала проблему что там слова написаны как бы в начале фотофона и в конце доски там сняла я видеоролик на что мне пришло ответ то что да на фотофоне в самом макете есть эти буквы да она мне прислала макет скриншот и там правда есть эти буквы но такая история что когда его выбирала я абсолютно не видела эти буквы я видела просто доски и сверху мешковина это но оказывается эти буквы есть там она сказала что это фотография натуральных досок там все дела но так как она говорит что все доски индивидуально эта фотография то мне непонятно почему именно два раза эта доска нарисована вот вначале там и в конце ну я говорю нарисовано потому что буквы там именно одинаковые что тут что там ну не знаю в общем я не стала никаких конфликты развивать мне это неинтересно я поняла что как бы она не хочет тоже как потерять деньги либо там потом куда-то девать этот фотофон в общем не стала я требовать чтобы мне там поменяли вернули муж тоже говорит зачем она тебе нужно буду использовать мешковину это получается что просто купила эту мешковину за две цены я конечно попробую что-то сфотографировать на нем но мне не нравится мне кажется очень будет видно вот эти буковки если я положу там какую-то игрушку сфотографировать ну в общем попробуем как муж говорит разыграет от фотофон там подари кому-нибудь но я даже вы не хочу ударить такой фотофон я понимаю что это такой дизайн стиль там но мне эти буквы но абсолютно не подходит и я думаю что мало кому такой фотофон подойдет возможно кто не фотографирует игрушки а там допустим тортик какой-то ли что-то такое ну для каких-то других изделий либо что-то такое большое положить чтобы этих букв не видно было но опять же игрушки точно не подходят так как там как будто бы знаете ручка на дереве нарисовали и как будто у меня фотофон грязный и помолеванный в общем пожаловалась вам здесь ну и собственно сейчас вам покажу что у меня получилось с котиком я вам показал что у меня вот такой вот эскиз был есть и у меня связался вот такой вот котик вот так вот возможно он совершенно не похож на эскиз голова конечно поменьше ну и как сказать не такой пухлый наверное как на рисуночке буквально там совсем немножечко но принципе задумка воплотилась я не буду делать небольшие изменения хочу сделать голову более такую чуть чуть длиннее вот именно как здесь вот такого формата потому что она мне как бы получилось такая вот овальная да ну я хочу немножко такую более вытянутую как раз если я добавлю рядочек или два то у меня будут усики вот эти вот лучше выглядеть здесь вот верхний усик прям под глазом и если я добавлю тут рядочки то у меня вот получше будет так если еще мне муж сказал что этот котик не похож так как у него здесь есть шея а у этого на рисунке нету шеи и я вот показывала что там не еще не до эскизы есть вот такие каляки-маляки и вот он говорит что если вязать такого медведя то ему вот такая шея не подойдет но это как бы его взгляд такой со стороны я часто у него спрашиваю как выглядит игрушка подходит не подходит вот так хвостик на бачок решила это цвет 01 он такой немножко сероватый это не 62 он не белоснежный ну и в общем муж говорит что нужно ему вот так вот шею убрать так видно да посмотрите тут буквально два рядочка он горит что вот так надо пришить как вы считаете как лучше сделать вот такого котика без шеи или же пусть у него все таки вот такая маленькая шейка будет я все равно буду вязать как бы еще игрушку мне нужно так сказать протестировать ее я записала схему и мне нужно четко по этой схеме связать и посмотреть что получится чтобы потом мастер-классе у вас также все получилось вот напишите пожалуйста понравился ли вам котик нужно ли по нему мастер-класс делать и вот насчет шеи как шеи его делать или без вот такой вот малыш я кстати сначала хотела здесь вот такой вот кружочек пришить на такую мордочку а потом вот думаю попробую сейчас так вышить а если что второго сделай с мордочка посмотрю как будет выглядеть ну мне кажется так тоже хорошо выглядит и меньше так сказать перешивать детали вот вот такие у меня продвижением я вчера вот это и все что связала это вязала только потому что пообещала довязать мне вчера абсолютно не хотела связать у меня какое-то было такое расстроенное настроение не хотелось ничего вязать я вот довязала собрала котика и все потому что знаю что сегодня как бы приедет свекровь и у меня не получилось бы его до собирать все это сделать а еще нужно было бы чуть-чуть отснять видео смонтировать его нужно ну в общем как бы есть свои нюансы я вчера даже снимала болталку это сняла я до половины приехал муж показал мне этот фотофон и я бросила снимать болталку точнее так снимала вот как-то у меня сразу испортилось настроение не захотелось не снимают не вязать не знаю потом вроде отпустила ближе к ночи и доделался вот этот котик ну все на этом буду с вами прощаться спасибо огромное за просмотр жду ваших комментарий по поводу шеи ну и вообще может быть такой котик никому не нужен и тогда не стоит как бы заморачиваться снимать мастер-класс писать схему вот посмотрю что вы напишите и как раз таки я решу что мне делать все всем огромное спасибо за просмотр и всем пока